Описание Бога Однажды вечером я молился Шиве. Атмосфера была наполнена миром и тишиной. Темнота в лесу была настолько плотной, что ее можно было резать ножом. В это время я увидел великий свет. Внешним зрением я увидел этот свет и своим внутренним взором попросил о его источнике. Я увидел, что это был сам Шива, идущий за руку с Парвати. Перед ним шел бык Нанди, прокладывая дорогу. Я сообщил ученикам о присутствии Господа Шивы, и мы пошли ему навстречу. Я поприветствовал Шиву и поклонился ему с почтением. Довольно долго я созерцал божественное видение. Шива мне сказал, ну и как твои практики? Без проблем? Достиг ли ты того, чего только и стоит достигать? И исчезли ли твои внутренние страхи? Я ответил. Тем, кому достаточно повезло в том, что они молятся тебе, нет ничего невозможного в достижении, и они не испытывают страха. Все в мире приветствуют и простираются перед тем, кто предан тебе и кто постоянно о тебе помнит. Хотя по твоей милости я достиг состояния наполненности, я хочу знать больше об этом. Молю тебя, просвети меня. Каков лучший метод поклонения Богу, который уничтожает все грехи и способствует блаженству? Шива сказал, знаешь ли ты, кто такой Бог? Бог — это не Вишну, Шива или Брахма. Это не ветер, не солнце и не луна, не царь, не я и не ты, не Лакшми и не ум. Бог не имеет формы и неделим. То блаженство и величие, которое никем не сотворено и которое не имеет ни начала, ни конца, — это Бог, который есть чистое сознание. Только это и следует восхвалять, этому молиться, ибо только это является всем. Если кто-то не способен молиться Шиве без формы, то он должен молиться в форме. Это приводит к ограниченным результатам, тогда как первое приводит к бесконечному блаженству. Тот, кто игнорирует бесконечное в пользу конечного, бросает прекрасный сад и ищет колючий куст. Однако, мудрецы, иногда играючи, молятся и в форме. Среди предметов, используемых при поклонении, самые главные — это мудрость, самоконтроль и восприятие Высшего Я во всех существах. Высшее Я — это Шива, которому следует преподносить цветы мудрости. Я спросил Шиву, молю тебя, расскажи мне, как этот мир превращается в чистое сознание, и как это чистое сознание становится индивидуальным сознанием и другими вещами. Шива продолжил. Воистину, только это бесконечное сознание, которое остается после космического разрушения, существует и сейчас, полностью свободное от объективности. Концепции и понятия, освещенные сознанием в себе, предстают как этот мир, точно так же, как возникают сны во сне. Совершенно невозможно объекту восприятия существовать вне вездесущего бесконечного сознания. Все эти горы, целый мир, индивидуальное сознание и все элементы, составляющие мир — все это только чистое сознание. До так называемого творения, когда было только это чистое сознание, где все это было? Пространство, творение, сознание — это только слова, и они указывают, как синонимы, на одну и ту же истину. Как двойственность, переживаемая во сне, иллюзорна, так и двойственность, подразумеваемая в творении этого мира, тоже иллюзорна. Объекты кажутся существующими и действующими во внешнем мире сознания во время бодрствования. На самом деле, в обоих этих состояниях ничего не случается. Как сознание является реальностью в состоянии сна, так же сознание является единственной реальностью во время бодрствования. «Это и есть Бог, высшая истина, то, что Ты есть, то, что Я есть, и что есть все». Господь Шива продолжил. «Поклонение этому Богу является истинным поклонением, и таким поклонением можно достичь всего. Он не делен и неделим, не двойственен и не создан в результате деятельности. Он недостижим внешними усилиями. Поклонение Ему – источник радости и блаженства». Внешнее поклонение форме предписывается только для тех, чей интеллект непробужден. Если у кого-то нет самоконтроля, он использует цветы для поклонения. Такое поклонение является жалким, как и поклонение внешней форме. Однако, эти незрелые поклоняющиеся получают удовлетворение от поклонения объекту, ими же и созданному. Они могут даже получить бесполезные результаты такого поклонения. А теперь я опишу, как надо поклоняться продвинутым, подобным Тебе. Бог, которому стоит молиться, воистину тот, кто держит все творение, кто вне достижения мыслью и вне описаний, вне таких концепций, как «все» или коллективная тотальность. «Только того называют Богом, кто неделим временем и пространством, чей свет освещает все, кто чист и кто является абсолютным сознанием». Он — то сознание, которое стоит за всеми своими частями, которое скрыто во всем, что существует, которое есть сущность всего и которое заслоняет истину. Это Брахман в сердце существования и несуществования. Это Бог и истина, на которую указывает Ом. Он существует везде, как природа цветка в цветке. Это чистое сознание, которое есть в Тебе, во Мне и во всех богах и богинях. Это единственно и есть Бог. Мудрый. Даже другие боги с формой есть не что иное, как это чистое сознание. Вся вселенная есть чистое сознание. Это Бог, это все, и все достигается по Его милости и от Него. Этот Бог близок к каждому, о мудрый, и его даже нетрудно достичь. Он всегда находится в теле, и он повсюду находится, как пространство. Он делает все, ест, ходит, дышит, знает каждую часть своего тела. Он есть свет, в котором все эти части двигаются и где происходят все разнообразные действия. Он обитает в пещере сердца каждого. Он превосходит ум и пять органов чувств, поэтому он не может быть понят или описан ими, но с целью обучения его называют сознанием. Поэтому, хотя кажется, что оно делает все, на самом деле оно ничего не делает. Это сознание чисто и кажется вовлеченным в действия мира, как весна вовлечена в появлении цветов на деревьях. Господь Шива продолжил. Кое-где это сознание становится пространством, кое-где действием, где-то еще материи и так далее, безо всякого намерения делать именно так. Так же, как все разные океаны, одна неделимая масса воды, это сознание, хотя и описывается по-разному, одна огромная масса сознания. В теле, подобном лотосу, это то же самое сознание, которое наполняет ощущения, которое похоже на мед, собранный безустанным умом, подобным пчеле. В этой вселенной все разнообразные существа, боги, демоны и так далее, происходят из бесконечного сознания, как пена и волны появляются на поверхности океана. Даже это невежество, которое заставляет вращаться колесо жизни и смерти, вращается в этом космическом сознании, чья энергия постоянно находится в движении. Это было сознание, принявшее форму четырехрукового вишну, который победил демонов, как гроза утоляет жажду земли. Это сознание и ничего более принимает форму Шивы и Парвати, Творца Брахмы и других разнообразных существ. Это сознание, подобно зеркалу, как бы содержащему в себе отражение, не претерпевая при этом никаких изменений. Безо всяких модификаций, это сознание кажется всеми разнообразными существами в этой вселенной. Только благодаря этому бесконечному сознанию думается обо всем этом, делается все это и выражается. Это только бесконечное сознание сияет в Солнце. Это бесконечное сознание проявляется во всех телах, которые на самом деле инертны и, приходя в контакт друг с другом, вызывают различные ощущения. Это сознание, подобно ветру, который сам по себе не видим, но в котором пыль и сухие листья поднимаются и танцуют, как будто бы сами по себе. Это сознание, как бы отбрасывает тень в самом себе, и эта тень называется инертностью. В этом теле мысли и понятия приводят к действию только в свете этого самого сознания. Без этого сознания невозможно ощущение и понимание предмета, даже если его положить прямо перед человеком. Это тело не может действовать или существовать без этого сознания. Оно растет, ест и умирает. Это сознание создает и поддерживает все движущиеся и неподвижные существа во Вселенной. Это бесконечное сознание — единственное, что существует. Ничего более нет. Только сознание может возникнуть в сознании. Васиштха продолжил. Тут я спросил Господа Шиву. Если это сознание вездесущее, как кто-то может потерять сознание и стать инертным? Как может тот, у кого есть сознание, потерять его? Господь Шива похвалил меня за этот вопрос и ответил. Вездесущее сознание, которое есть все во всем, существует в этом теле в изменчивом и в неизменчивом состоянии. Как женщине может присниться, что она не она, и ее муж кто-то другой, так же одно и то же сознание может принять себя за что-то другое. Как один человек может вести себя по-разному в обычном состоянии и в ярости, так же сознание ассоциирует себя со своим другим аспектом и действует соответствующе. Постепенно оно становится бессознательным и инертным. Таким образом, сознание становится своим собственным объектом, создавая сначала пространство, потом воздух и их соответствующие качества. В то же время, создавая в себе время и пространство, и становясь индивидуализированным сознанием, оно ограничивает свой ум и интеллект. Отсюда возникает цикличное появление мира и понятие типа «я неприкасаемый» и так далее. Бесконечное сознание само становится как бы инертным, так же как вода замерзает и превращается в лед. Поэтому ум начинает заблуждаться, в нем возникают желания, и он становится жертвой похоти и злобы. Он переживает хорошие и плохие времена, страдает от боли и наслаждается в наслаждениях, надеется, страдает и заполняется желательным и нежелательным, что только усиливает заблуждение. Достаточно одураченный, он двигается от ошибки к ошибке и от невежества к еще большему непониманию. В детстве это обманывающееся сознание полностью зависит от других. В юности оно стремится к богатству и наполнено беспокойствами. В старости оно тонет в печали, и в смерти оно следует своей собственной карме. В соответствии с этой кармой и наклонностями, оно рождается в аду или на небесах, в преисподней или на земле, как человек, животное или что-то неодушевленное. Это то же самое сознание, которое появляется как Вишну, Шива, Брахма и другие. Это то же самое сознание, которое работает с Солнцем, Луной, Ветром и факторами, меняющими времена года, дни и ночи. Это то же самое сознание, которое является жизненной силой в семенах и разными качествами всех материальных предметов. Это сознание, ограниченное своими собственными ограничениями, боится самого себя. Такова природа индивидуального сознания. Оцени силу невежества и инертности. Просто забыв о своем собственном истинном состоянии, сознание страдает и проходит через ужасы и падения. Господь Шива продолжил. Сознание неверно думает, что я несчастна, как полоумная женщина может думать, что она нищая, не будучи таковой. Так же, как живой причитающий, «Увы, я умер», и никуда не уходивший плачет, «Ау, я потерялся», все это из-за искаженного невежества, так же сознание неверно воображает, что оно несчастно и ограничено. Такое воображение иррационально и не имеет под собой основы. Из-за неверного восприятия чувством эго сознание считает, что мир реален. Только ум является источником мироощущения мира, как реально существующего, но он не может рассматриваться настоящим источником, потому что нет другого ума, кроме чистого сознания. Поэтому, если понимается, что воспринимающий ум сам по себе нереален, тогда становится ясно, что воспринимаемый мир тоже нереален. Как нет масла в камне, так и в сознании нет разнообразных отличий между тем, кто видит, что видит, и самим актом видения. Так же и разница между я и ты только воображается. Разница между одним и множеством только слова. Все это вообще не существует, как темнота не существует на солнце. Противоположные понятия материальность и нематериальность, пустота и непустота — это только концепции. По мере прояснения они пропадают, и остается только неизменное чистое сознание. Сознание на самом деле не претерпевает никаких изменений и никогда не теряет изначальной чистоты. Нечистота сама по себе чисто воображаема. Воображение и есть нечистота. Когда это осознается, воображение оставляется и нечистота пропадает. Однако, даже в тех, кто это осознал, нечистота снова может возникнуть, если не произошел полный отказ от воображения. Собственными усилиями от воображения довольно легко отказаться, если ты можешь отбросить одну соломинку с такой же легкостью, можно отбросить и три мира. Чего только не достигнешь, если постараться. Это бесконечное сознание, неизменное и недвойственное, может быть понято как внутренний свет. Он чист и вечен, всегда присутствует и существует вне ума. Он неизменен и не загрязнен. Он — это все объекты. На самом деле, это неподвижное сознание существует как будто свидетель всему, так же, как лампа сияет, но это сияние не является действием. Чистейшее это сознание кажется загрязненным. В инертном материале оно есть неинертная энергия. Оно вездесущее без деления на частности. Это бесконечное сознание, лишенное концептуализации и само по себе чьи вещь чрезвычайно тонкая, осознает себя. Забывшись, это сознание забавляется размышлениями и воспринимает ощущения, хотя все это возможно из-за собственной природы этого сознания. Даже тот, кто спит, внутри бодрствует. Господь Шива продолжил. Идентифицируясь со своим собственным объектом, сознание опускается до состояния раздумий и беспокойств, так же, как золото с примесями выглядит как медь до тех пор, пока его не очистили. Забыв себя, в части бесконечного сознания возникает понятие Вселенной, но эта нереальность прекращается по достижении сама сознания. Когда сознание ощущает себя в себе, возникает чувство эго. Но одним небольшим движением это чувство эго, которое на самом деле есть не что иное, как сознание, умирает, как камень скатывается со склона горы. Но даже тогда это то самое сознание, которое является реальностью за всеми формами и любым опытом. Движение жизненной силы приносит внутреннее видение объекта, который кажется находящимся снаружи. Но и сам процесс ощущения видимого, то есть само видение, есть чистое сознание. Чувство прикосновения приходит в контакт со своим объектом, то есть тем, к чему прикасаются, и возникает ощущение прикосновения. Но ощущение прикосновения опять-таки является чистым сознанием. То же самое происходит с ощущением запаха. Если ум не связан с чувством звука, слышание невозможно. И опять же, ощущение слышания является чистым сознанием. Действие происходит от мыслей. Мысли есть функция ума. ум есть ограниченное сознание, но сознание не ограничено. Вселенная есть отражение в сознании, но сознание не ограничено этим отражением. Индивидуальное сознание является носителем сознания. Чувство эго носитель индивидуального сознания. Интеллект — носитель чувства эго. Ум интеллекта — дыхание ума, чувство дыхания. Тело ощущений и движений — носитель физического тела. Такое движение является кармой, так как дыхание — носитель ума. И то, куда направляется дыхание, то есть жизненная сила, туда идет и ум. Но когда ум сливается с духовным сердцем, жизненная сила неподвижна. А если жизненная сила неподвижна, ум останавливается. Куда идет дыхание, туда же идет и ум. Все это возникает в сознании, существует в сознании и растворяется в сознании. Поэтому сознание — единственная реальность. Господь Шива сказал, но для ума и жизненной силы тело — просто инертная масса. Как кусок железа притягивается магнитом, так и индивидуальное сознание притягивается сознанием, бесконечным и вездесущим. Тело инертно и зависимо. Оно сделано сознанием для действия. Само сознание, принимая на себя качество инертности, становится индивидуальным сознанием, управляющим умом. Когда возникает это ограничение, возникают и другие последствия. Это физические и умственные расстройства. Это как волны, возникающие на поверхности воды, приводят к возникновению ряби. Сознание, как индивидуальное сознание, становится зависимым и уязвимым, забывая себя как сознание. Трудясь за занавесью невежества, оно по глупости не сознает вред, приносимый ему самому, как размахивающий ножом пьяница вредит самому себе. Но как и пьяница довольно скоро трезвеет, так и сознание скоро обретает сама сознание. Когда раскрывается лотос сердца, ум функционирует. Когда лотос закрывается, ум перестает действовать. Пока ум действует в теле, тело живет. Когда он перестает действовать в теле, тело умирает. Это прекращение действия может быть вызвано внутренним конфликтом между нечистотой и внутренним пробуждением. Если сердце наполнено только чистыми наклонностями, все конфликты прекращаются, и возникает гармония, освобождение и долгая жизнь. С другой стороны, когда ум перестает функционировать, тело умирает. И тогда тонкое тело выбирает себе другое, подходящее для выполнения скрытых наклонностей. Из-за этих наклонностей ум создает новые связи с новым тонким телом, забывая о своей истинной природе чистого сознания. Из-за того, что сознание бесконечно и вездесуще, ум путешествует повсюду. Тела находятся и теряются индивидуальным сознанием, как деревья отращивают себе новые листья и сбрасывают с себя старые. Мудрые мужи не обращают внимания на такие изменения. На вопрос Васиштхи о том, как возникает двойственность в бесконечном сознании, и как эта двойственность оканчивается, Господь Шива продолжил. Так как только это вездесущее бесконечное сознание есть всегда, двойственность абсурдна и невозможна. Концепция единого возникает, когда есть концепция двух и наоборот. Когда множественность понимается как производное сознание, сама множественность — тоже сознание. Причина и следствие имеют единую природу. Эта природа неделима. Сознание, как свой собственный объект, всегда есть сознание. Изменения — это только невежественное мышление. Принять как истину существование волн на поверхности океана — это все равно, что заявить, что горы воды плавают на поверхности океана. Как могут быть волны вне океана? Только сознание и есть это, то и посередке. Это его по-разному называют Брахманом, Истиной, Богом, Шивой, Пустотой, Единым и Высшим Я. То, что за всеми этими внешними формами и состояниями сознания, что является Высшим Я, словами невозможно описать. То, что воспринимается, само по себе неделимо. Когда это сознание берет на себя вторичное видение, тогда оно ощущает двойственность. Оно связано своим собственным воображением по своей собственной глупости. От этого воображения возникает материальность, и ощущение объектов приводит к подтверждению реальности этого объекта. После этого чувство эго становится правдоподобным и усиливается, принимая на себя роль деятеля действий и того, кто воспринимает ощущения. Так, то, что началось как совпадение, скоро становится установленным фактом. Привидения создаются верой в их существование. Вера в двойственность и многообразие создает их. Когда осознается недвойственное существование, двойственность пропадает. Вера или воображение приводит к многообразию. Но когда эта вера проходит, кончается и многообразие. Размышления, воображения или поверья приводят к страданиям. Оставление таких методов мышления приводит к их отсутствию. Поддержка таких мыслей и поверьей приводит к страданиям. И страдания прекращаются, когда такие мысли больше не поддерживаются. Все мысли и поверья приводят к страданию, тогда как их отсутствие – это блаженство. Поэтому, с помощью пламени мудрости, иссуши воды своих поверьей и оставайся в мире и спокойствии. Оставайся в едином бесконечном сознании. Когда обретается солнце бесконечного сознания, облака невежества не могут его закрыть. Господь Шива сказал, Так эта вселенная существует и как реальность, и как нереальность. Божественная, свободная от двойственности, объединяет и то, и другое, превосходит их, и поэтому являются ими обоими. Проявленное сознание – это вселенная, а непроявленное вселенная – это сознание. Понятием «я есть то-то и то-то» сознание себя связывает, а сознанием себя оно освобождается. Концептуализация приводит к забыванию собственной природы. Однако, даже в состоянии многообразия и активности, сознание воистину неделимо. Когда ум уничтожается с помощью ума же, занавеси раздвигаются, и истина иллюзии мира становится очевидной, понятия о существовании внешнего мира и индивидуального сознания прекращают существование. Ум очищается, оставляя позади постоянные повторения понятий и объективных восприятий. Затем ум перестает создавать образы объектов. Он достигает состояния как бы глубокого сна или однородного сознания и выходит за пределы повторного рождения. Он остается в полном умиротворении. Это первое состояние. Теперь слушай о втором состоянии. Сознание, лишенное ума, есть свет, свободный от тьмы и прекрасный как пространство. Бесконечное сознание освобождается полностью от всех изменений и двойственностей и остается как бы в глубоком сне или как невырезанная фигура в куске мрамора. Оно отказывается от факторов времени и пространства, выходит за пределы инертности и движения и остается неописуемо чистым. Оно превосходит три состояния сознания – сновидение, глубокий сон и бодрствование и становится четвертым состоянием или состоянием неделимого бесконечного сознания. Далее идет третье состояние. Оно находится за пределами даже того, что называется Брахманом, Высшим Я и так далее. Его иногда называют Турия. Оно высшее и неописуемое и находится за пределами любых практик. О, мудрец, оставайся всегда в этом третьем состоянии. Это – истинное поклонение Богу. Тогда ты утвердишься в том, что вне того, что есть и чего нет. Ничего не было создано и нечему пропадать. Это – вне одного или двух. Это – вечное, чистое и просто масса сознания. В нем нет вопроса разнообразия. Это есть все. Это – высшее блаженство и спокойствие. Это невозможно описать. Чистое блаженство и Ом. Ом. Подписывайтесь на мой канал.